Здарова всем, дорогие зрители! С вами Дэн Белорусский! Сегодня я стартую очень интересную поездочку. Это город Белгород. Сейчас я еду на скоростном поезде Сапсан, а точнее сначала я иду на залновку, чтобы доехать до московского вокзала. Я поспал только где-то 4 часа. Сейчас ночью уснул, в 5.30, 4.30 я только поспал. Не знаю, конечно, я не выгляжу таким, может, сонным, но поездка меня бодрит немного. Именно начало поездки, потому что на Сапсане я поеду в первый раз в своей жизни. Вот я сейчас нахожусь в своем районе, блин, на улице Казанской. Это очень шикарный район. Многие люди говорили, что я очень хорошо устроился. Центр города. Такие красоты. Конечно, согласен. Да и цена, честно, не смешная. Всего-то 6 тысяч. Мне и так повезло, блин, что за такую цену очень сильно живу. Впрочем, это уже совсем другая история. Когда-нибудь я запишу это отдельный ролик. А сейчас увидимся на Московском вокзале, короче. Ну вот я на Невском. Вышел на основочку. Вот мой как раз автобус. Я поеду на любимом своем мазике. Заõи. Скажем, что летел. Это город мази. Это город мази. Мази. Подиска ремонта. Впрочем, в taxation-мази. Собирается проблема с мази. Собирается. Продолжение следует... Продолжение следует... Сейчас иду на вокзал, прохожу досмотр, ну и, конечно, иду садиться на свой бой. Но я скажу сразу, проходить досмотр я буду дважды, потому что на Сапсан там тоже какой-то отдельный досмотр. Ну, точно такой же, только повторный досмотр. Это ужас, если честно. Я вам скажу, дорогие зрители. По мне, я столько уже поездил, уже по России. Даже мало я поездил. Мне настолько раздражают, что досмотрят. Это ужас полнейший, честно. Честно, я вам не скажу. Чтобы по-твоему попасть, нужно прийти досмотр. Это реально раздражает меня. Меня это точно раздражает. Не только одного меня. Может, и остальных. Напишите в комментариях, кого это больше всего раздражает. Потому что серьезно, блин. В Беларуси даже таких досмотров нету. Так еще... Да и все нормально. А тут, блин... Ты поймешь. Что за фигня творится. Впрочем, захожу сейчас, иду на... Впрочем, иду на вокзал. Сухожу тут с мотор. И там мы уже увидимся. Вот я на Московском. Сейчас я иду на платформу. Здесь, возможно, я снова буду проходить досмотр. Надеюсь, что у него из нас... Не знаю, не могу сказать. И вылечем буду садиться на свой сапсанчик. И поеду дорогу дальнюю. Конечно, до Москвы ехать всего 4 часа. Но потом меня ждет и похуже. Ну, тут не похуже, а по дольше в ее пути. И вот тут, конечно, будет досмотр. как я и предполагал двушка вот из Москвы приехала только я не знаю давайте мне наберут кофе не помню, если честно даже еще сапсан не подали ну и ладно ооо я кстати на двушке еще сам ни разу не ездил а еще вживую на эту двушку смотреть-то вообще шикарно ооо я еду сапсаном который мы закончим где-то 4 часа вместо 8 о, смена бетонкор я угадал, блин офигеть сейчас, конечно, я честно говорю, я не знаю на какой путь все, я пока прогуляю в форме вот даже изнутри купешечка прикольная ну вот там сапсан какой-то стоит может быть даже и мой я не уверен, конечно но все же было бы прикольно было бы прикольно как-то так мой сапсан намаска сейчас я буду искать свой вагон у меня, насколько я помню шестой вагон жду не дождусь насколько я помню я шестой вагон да-да-да-да уже буду по 10 повторять блин, супер как я сейчас помчусь со скоростью 250 км в час если, я не помню больше, сколько там разгоняется если что, поставьте меня в комментариях ах, господи, нормально мне, честно, мне, честно, не могу верить впрочем, увидимся уже в самом угоне никак буду садиться я добрый день доброе утро в течение пяти следований оставайтесь с маской, пожалуйста у меня есть угу если, я не лечу, дать, сперва отместа, надел, пожалуйста спасибо ну вот и апсали да, такой салончик вообще шикарный вот теперь мы гоним В первое место буду еще усаживаться, потому что увидимся на отправлении, точнее, когда будем отправляться. Сделал я так поезд уже, мы еще не пока не отправились, тут какие-то регулирования. Еще раз покажу розеток, тут не будет розеток, тут какие-то настройки, тут какие-то пакетики еще. Наверное, за то, чтобы не тошнило, когда будет путь отследования. Много добавок тут всяких. Тоже интересным. У меня в путешествии потом почитаю, но что-то интересное начитаю. Вот такой вид. На платформу. Еще только через 20 минут. Только через 20 минут отправления. Ну, впрочем, вообще шикарно. Вот такие еще подушки. Подушечки очень удобные, кстати. Ну, здесь не для меня удобно. Не знаю, как для остальных кто есть. Поэтому как-то так. Оказывается, это энергетики еще. Я энергетики вчера купил, блин. Оказывается, это написано на какие-то обычные. Да, прикольно. Да. Ладно, короче, буду потиху располагать. Потиху там. Подержу телефону немного. Да и я скоро сниму вам отправление. Ну, и в каталоге Сапсан Шоп, а также подарочную карту, которая станет отличным подарком для всех путешественников, желающих посетить горный парк Рускеала в Республике Карелия. Все вагоны поезда оборудованы информационно-развлекательной системой Медиа Центр, предоставляющей возможность просмотра видеофильмов, прослушивания музыкальных и аудиопроизведений на вашем персональном мобильном устройстве, а также ознакомиться с электронными версиями периодических печатных изданий, в том числе корпоративного журнала для пассажиров «Комфортная жизнь в движении». В системе Медиа Центр вы сможете заказать продукцию из вагона «Бестро» и товары из каталога Сапсан Шоп, которые будут доставлены к месту вашего проезда. Просим вас проявлять уважение к окружающим, перевести мобильное устройство в беззвучный режим, при прослушивании аудиопроизведений использовать индивидуальные наушники. Обращаем ваше внимание, что управление в том числе электронных сигарет в поезде не допускается. Употребление алкогольных напитков разрешается в вагонах «Бестро», а также в вагонах первого и бизнес-класса при условии приобретения на борту. Для обеспечения вашей безопасности поезд сопровождается сотрудниками транспортной безопасности. В вагонах ведется скрытое видеонаблюдение. Компания «Российские железные дороги» поддерживает благотворительную акцию фонда «Линии жизни». Приобретая авторские открытки фонда, вы делаете доброе дело. Собранные средства будут направлены на лечение тяжело больных детей. Спасибо за вашу поддержку. Подробности в каталоге «Сапсаншок» и у работника поездной бригады. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok